Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. В нашей передаче мы стараемся говорить и отвечать на ваши вопросы самыми простыми словами о нашей православной вере. Прошло время празднования Рождества Христова, в прошлую передачу мы с вами говорили о празднике Крещения, однако все равно хотелось бы несколько, для того чтобы наш разговор о чуде Богоявления был более завершенным, еще раскрыть кое-какие белые пятна, раскрыть некоторые вопросы, которые часто в том числе задают и телезрители, и люди, приходящие в храм, нам, священникам, как некие недоуменные вопросы. На эти вопросы мы сегодня будем отвечать в нашей передаче вместе с православным священником, с нашим гостем, с настоятелем храма в честь иконы Божьей Матери Умирения, с отцом Дионисием Кузнецовым. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте, батюшка! Мы с вами, батюшка, поговорили две передачи к ряду о смысле, богословском смысле, о неком содержании события Рождества, события Крещения, но есть в Евангелии кое-какие белые пятна, а вернее, так скажем, это даже не столько белые пятна, а вопросы, которые требуют большей подготовленности для того, чтобы на них ответить, требуют вдумчивого, глубокого прочтения и книг Ветхого Завета, и богословской литературы. И вот часто задают вопросы, вот какого плана, вот какого уровня. Мы с вами поговорили о Рождестве и поговорили о Крещении. Мы сказали, что прошел достаточно длительный период времени между событием рождения, Боговоплощения и выходом на общественное служение Христа. 30 лет. И люди очень часто, ну, наше такое природное любопытство человеческое, да, открывают Евангелие и хотят знать, о чем же жил Христос до момента выхода на общественное служение. Множество вопросов к его родословию. Вот сегодня я бы предложил нам на эти вопросы поотвечать и начать вот как раз с родословия. К родословию, которое мы читаем, открываем в Первом Евангелии, в Евангелии от Матфея, есть... Обычно христиане стараются пролистать эти странички достаточно быстро, потому что сложные имена, непонятно, зачем это такое длительное перечисление, да. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, и дальше пошло, пошло, пошло. Зачем перечисление этих имен? Однако, если мы прочтем это родословие вдумчиво и потрудимся, да, то есть кое-какие интересные моменты. Ну вот, например, в родословии Христа употребляются три женских имени, то есть если все остальное это мужские имена, то употребляются три женских имени, Фомарь, Рахав, Руфь. И все эти женщины, мягко говоря, то есть это надо очень хорошо знать, текст священного писания Ветхого Завета, да, чтобы найти, ну, таких трех неприглядных женщин, которые все имели, то, что называется, ритуальную нечистоту, блудно, согрешали различного рода грехами. И встает вопрос, зачем в родословии употребляются эти женщины? — Здесь есть важный момент. Во-первых, то, что мы говорим, Христос принимает человеческую природу, но Он принимает ее без греха. И в то же время мы видим, что в родословии Христа есть грешные люди. Эти женщины, подчеркнуто ведущие образ жизни, далекие от нравственности, но и среди мужчин тоже нет ни одного, буквально ни одного, который был бы безгрешен. Да, некоторые из них почитаются как праведники, вот, но даже и они не избежали ошибок перед Богом. И почему евангелист Матфей говорит о них? Здесь нужно выделить два момента. Первый момент — это момент частный, который был важен для евангелиста, обращавшегося к своим соотечественникам, израильтянам. Потому что для них происхождение Мессии, а то, что Христос Мессия, было очевидно не для всех жителей Израиля. Но важно было подчеркнуть, что Он потомок Авраама. И вот как его родословие прослеживается. И то, что при этом упоминаются некоторые женщины, которые жили неблагочестиво, для родословия второстепенный момент. Потому что важна преемственность поколений от Авраама до Христа. И поэтому прослеживает вот эту преемственность евангелист Матфей, тем самым показывая, что он не человек со стороны. И более того, это человек, имеющий отношение именно к тому роду, откуда по древнему пророчеству должен произойти спаситель мира. Он как бы подчеркивает. Это частный момент. Но есть и общий момент. Общий, связанный для всех людей. Потому что большинство людей вне Израиля, они приняли бы Христа, а родись он не обязательно от Авраама, но иным-другим образом, если он пришел в наш мир, как Бога-человек. И поэтому они действительно могут задаваться вопросом, разве Бог не мог выбрать иной какой-то чистый, не скверный род для себя, чтобы подчеркнуть. Ведь мы же сами говорим и опираемся в этом на слова Священного Писания. Дерево познается по плоду. У нас есть поговорка народная, яблоко от яблони недалеко падает. И действительно для нас кажется странным, как это от таких предков, не во всем совершенных, а иногда совершенно неблагочестивых, решил произойти Бог. И поэтому объяснение, оно такое, что Бог, он приходит к людям такие, какие они есть. Он не выбирает себе среди людей тех, кто достоин общения с ним. Даже тогда, когда он обращается к древним праведникам, это потому что они способны его слышать. Ведь есть знаменитый эпизод, допустим, с тем же апостолом Павлом, когда на пути в Дамаску ему явился Христос. Но ведь апостол Павел был не один, с ним были спутники, но все слышали голос с небес по-разному. Апостол Павел слышал слова и знал, кто к нему обращается. Некоторые из его спутников слышали, как будто бы ангела говорящего, но слов не разбирали. А третьи просто как будто гром гремит. Почему люди? Ведь одно и то же происходит, а слышат все воспринимают по-разному, потому что это Бог обращается к людям. А Бога мы способны слышать в меру нравственной чистоты. И поэтому то, что до этого, до своего воплощения, Бог обращается к избранным людям, то не потому, что он говорит, вот этот человек достоин у меня слышать, я ему скажу, а этот человек способен меня услышать, и поэтому я ему скажу. Через него я скажу людям. Потому что остальные люди и не услышат даже, если я обращусь к ним. И вот поэтому Бог не выбирает себе человеческий род. Он избрал однажды Авраама, а потом, какие бы ни были, опять же, Авраама избрал, потому что он способен был его услышать. Способен был поверить Богу на слово. И потом, какие бы ни были у него потомки, Бог остается с ними. Он обращается к ним, исправляет, когда они бывают неправы, да, напоминает им о том, каким путем они должны идти. Кто-то соглашается, кто-то не соглашается. Но, тем не менее, вся история потомков Авраама воспринимается Христом целиком, без изъянов, включая, да, действительно, и блудниц, и убийц, как они есть. Мы люди, и Бог пришел всех нас спасти. Он об этом говорит сам, когда уже обращается с проповедью к людям, что Он пришел не к праведникам, но чтобы грешников спасти. И поэтому так важно, что для нас, и так радостно, что Бог обращается ко всем. Потому что мы в некоторые свои моменты чувствуем, что мы очень недостойны разговора с Богом. Но, слава Богу, Он так не считает. — Тогда перейдем вот к тому вопросу, который я уже тоже озвучил. Почему Евангелие молчит о периоде, ну, начнем с отрочества, потому что об отрочестве все равно хоть какой-то момент сказано, что, да, Христос заблудил, остался в Иерусалимском храме, беседовал с старейшим. — Ну, краткий, да, краткий, но все-таки есть хоть какой-то такой мазок, скажем, да, в зарисовке. А все остальное время умалчивается. Вот по какой причине, что мы можем ответить? — Ну, во-первых, здесь есть момент. Во-первых, до 12-летнего возраста и после него все-таки говорится, даже в связи с этим событием, что, во-первых, до этого Христос возрастал в Назарете, да, вот. Вот. И мы, это важное свидетельство, где он был после рождения своего. То, что евангелисты нам сообщают об этом, это важно, иначе наверняка были бы домыслы. Сейчас мы относимся к этому, естественно, к этим, может быть, небольшим крохам информации, но, тем не менее, это важно, потому что можно было бы напридумывать, где бы он только не воспитывался. — Да, этот вопрос мы тоже озвучили. — Вот, это во-первых. Во-вторых, после отрочества тоже очень важно, что он находился в послушании своим родителям. Хотя он обнаружил себя в Иерусалимском храме, что его отец — Бог, да, не человек. Мне надлежит быть в доме отца моего, да, то есть он его обнаруживает. Но Мария и Иосиф зовут его, назад Назарет, и он идет с ними. Здесь тоже очень важно для последующего. И уже, может быть, если мы доверяем самому характеру Евангелия и поступкам самого Спасителя последующим, мы понимаем, что раз он сказал, что находился в послушании, да, то, значит, действительно, он никуда не отлучался, а был там. А почему евангелист не говорит? Потому что значимых событий не происходило. Только поэтому. Только потому, что чего-то значимого для христиан, для научения нашего, да, или для, может быть, понимания каких-то моментов Боговоплощения не происходит. Он находился в послушании, возрастал вот в этом состоянии, работал, да, там же плотником был, да, помогал. В том труде, традиционное общество, дети занимаются тем же, чем занимаются родители. То есть не то, что вот как сейчас мы даем возможность выбирать своим детям, да, и они часто не могут справиться с этим выбором, не знают, чего же они хотят. Вот. А в традиционном древнем обществе дети вынуждены были заниматься тем же, чем занимаются родители. Это та ниша, в которой могут они себя прокормить. Вот. И здесь, поэтому, естественно, предположить то, что в Евангелии, хоть и кратко, но сказано то, что и было на самом деле. Вот. И поэтому так мало свидетельств о жизни Христа, потому что он еще ничего не говорит. С другой стороны, есть немало народных преданий, именно народных преданий, связанных с жизнью Христа. Это касается не только самого Христа. О любом человеке известном, как правило, складываются легенды. Просто обычно эти легенды входят в какие-то этнографические сборники, а не в Евангелие. И почему мы их не включаем в Евангелие? Ведь легенды такие наверняка ходили уже тогда, в древние времена. Люди пытаются домыслить, заполнить, как вы правильно сказали, те пробелы, которые вот... Человеческий ум не терпит пустоты. Он заполняет каким-то своим знанием, если нет знания свыше или источных источников. Вот. И поэтому были легенды о том, что Христос поступал так, в отрочестве или иначе. Но все они церковью были отвергнуты по одной простой причине. Они противоречили тому характеру личности, который проявился потом, уже точно в Евангелии известен нам был, поступки Христа. Например, что есть одна из легенд, что Христос кому-то, будучи отроком, отомстил за обиду нанесенную. Разве мы можем поверить этой легенде, исходя из того, что мы видим потом в Христе? Да? Нет. Это никак не соответствует. Он не мстит. Наоборот, он милует. И поэтому в том числе мы не принимаем этих свидетельств древних народных. Не потому, что они народные, а потому, что они противоречат духу Евангелия. Ну, а есть ли что-то в апокрифах, что мы можем принять? Не встречаем? Ученые занимаются изучением апокрифов всегда с древних времен, христианские ученые. На них ссылаются у Климента Александрийского, у Оригена и других отцов и учителей церкви всегда были известны те или иные апокрифы. С ними спорили или соглашались в каких-то отдельных местах. Например, большинство сведений о Престой Богородице взято как раз из апокрифов. То есть мы берем то, что, опять же, не противоречит. Но никогда не скрываем. То есть вот есть, опять же, предубеждение, что христианская церковь тайные знания какое-то там хранит. Хранит, чтобы не узнали неприглядную истину о христианстве. В том-то и дело, что нет. Все проверяется самим Евангелием. И поэтому есть отдельные апокрифы, которые совпадают. Совпадают во многих деталях с каноническими Евангелиями. Но в тех местах, которые не совпадают, это, как правило, незначительные. Незначительные и те детали, которые не позволяют открыть что-то такое неизведанное в земной жизни Иисуса Христа. Нет ничего такого. Вот нечто неизведанное в народных сказаниях есть. В каких-то измышлениях подобного рода есть. Но в тех Евангелиях, которые близки по тексту, совпадают с каноническими и сообщают нечто новое. Как правило, это нечто новое просто развитие идей, которые есть и в канонических Евангелиях. Просто более подробно, может быть, или другими словами о том же самом говорится. Не более того. И поэтому встает вопрос, почему же эти тогда не включены, раз они совпадают. Потому что чаще всего это пересказ. Есть Евангелие, которые апокрифические, которые можно было бы включить. Но это, скажем так, слабый пересказ канонического Евангелия. Там нет лжи. Там нет выдумок о том, что Христос мстил или делал нечто другое ужасное. Да, есть апокриф, что Христос в качестве ребенка очень любил развлекаться. Отрывал головы птицам, а потом тут же их воскрешал. Ну, да, это как раз апокриф, который призван показать, что насколько всемогущ отрок Иисус. Но тяга к власти ее Христос отверг в искушении, как мы знаем. После крещения он принял, пошел в пустыню и там находился в подвиге 40 дней. И был искушаем от дьявола. И тот искушал его властью. И если бы отрок Иисус был бы способен просто ради проявления своей власти творить чудеса, то тогда бы, когда его дьявол искушал, он поступал бы иначе. Да, он согласен был бы доказать свою силу. Смотри, я прыгну с храма, и ничего со мной не произойдет. Я сейчас скажу, и эти камни действительно станут хлебами, и ты убедишься во моем всемогуществе. Но в том-то и дело, что Христос иной, в нем нет гордыни. Он всемогущ, но в нем нет упоения своей властью и своим всемогуществом. Он действительно совершенен. И кроток, и смирен сердцем, как он сказал. И поэтому те апокрифические данные, которые есть и продолжают, честно говоря, появляться, потому что эти сказания, они имеют один источник — это народное сознание. И мы не принимаем именно в силу их противоречия евангельскому тексту. Вот тоже в связи с белыми пятнами детства, отрочества Христа, часто возникает вопрос у людей, которые были увлечены различными восточными культами, восточной мифологией, восточными учениями и прочим. То есть некоторые люди говорят так, Христос с периода отрочества своего до 30-летнего возраста, до выхода его на общественное служение, был в Индии и проходил, в общем, там все тайные учения, постигал их, познавал их для того, чтобы прийти и начать их транслировать. Вот что мы ответим на этот вопрос? Здесь вопрос первый, когда появляются эти данные. Самые интересные, которые сразу, скажем так, помогают понять характер и источник этих высказываний. Дело в том, что сказания об отроке Иисусе, которые мы приводили ранее, они явно народные, судя по тому, что мы видим в них. А те, которые говорят о Иисусе, путешествующем в Индию, они появляются в эпоху британского колониального владычества. То есть тогда, когда Британия подчиняет своему господству Индию, европейцы начинают знакомиться всерьез с индуистским вероучением. Некоторые очень воодушевляются, впечатляются индуистскими вероучениями. А это же совершенно иная система координат. Не просто нечто другое, а совершенно иной мир с другими ценностями, нравственными установками. Сейчас не буду специально говорить хорошими, плохими, просто другими. Действительно, иная система координат. И поэтому некоторые люди были поражены. Поражены и захотели воспринять это. Будучи христианами по воспитанию своему, британские офицеры, дипломаты, торговцы, они все это воспринимают по-своему. Некоторые хотят присоединить нечто. Они не готовы принять весь индуизм целиком ввиду того, что он в чистом виде для них чужд, чужероден. Но отдельные элементы их вероучения им нравятся. И они начинают как бы внедрять. Это каким образом? Не в смысле, что проповедуют, а просто рассказывают об этом. Смотрите, какая замечательная идея есть. Той же реинкарнации, например. Некоторым христианам она очень, эта идея, нравится. И сейчас. И, соответственно, некоторые учения индуистские нужно было подкрепить авторитетом. Христиане 19 века, они традиционны в своей вере. Это в 20 веке массовые секуляризации происходят в Европе. А 19 век — это вполне христианская Европа. И поэтому, прежде всего, верим тому, что основано на христианстве. И поэтому появляются именно в это время легенды о том, что Иисус совершил путешествие в Индии. И там научился. И нам бы, может быть, тоже там поучиться стоит, раз он туда ходил. И поэтому это просто попытка оправдать свой интерес к индуизму. Не более того. Конечно же, можно сказать, что это скрытые знания, что священнослужители все скрывали. Но это опровергается из самой логики того, что говорил Христос. Если бы он действительно учился в Индии, он бы не говорил то, что он говорил людям. Потому что с точки зрения индуизма, помогать человеку иной касты, иного социального положения, и если он принимает свою помощь такую, это значит, вы нарушаете ваш кастовый баланс. Ты должен, находясь в своем социальном статусе, в своей касте, выполнять все предписания индуизма. И не мешать другому человеку, находящемуся выше или ниже в кастовой лестнице. Не мешать. Каждый выполняет свою роль. Вот ту, которая ему заложена. А ведь Христос все время поступает иначе. Его даже фарисеи за это упрекали. Зачем ты нарушаешь субботу? Зачем ты делаешь вот это не так и то не так? То есть он постоянно вмешивается в жизнь людей. И говорит о милости, о милосердии. Говорит о взаимоотношениях с Богом, как с отцом. В индуизме этого просто нет. Это немыслимо и невозможно. И поэтому он говорит вещи, прямо противоположные индуистским установкам. И поэтому даже из самой логики слов Христа, если бы он учился там, то значит он, побывав там, сказал, вот об этом я точно говорить не буду. Это ужасно. Говорить об этом я точно не буду. Поэтому это как бы наоборот антипропаганда индуизма, получается, те люди, которые ссылаются. Почему же он тогда ничего об индуизме не говорит, а говорит вещи прямо противоположные? Значит, это его ужаснуло во время путешествия в Индию? Да. Вот как-то так. Спасибо, отец Дзянисий, за ваши интересные ответы. С вами, дорогие друзья, мы на сегодня прощаемся. Храни вас Бог. До скорых встреч в эфире. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!